Чтение слов всемогущего Бога о стремлении к истине. Что значит стремиться к истине? 3. В наши дни люди, исполняющие свой долг, заняты все больше и больше. Им кажется, что время пролетает слишком быстро, что его не хватает. Почему так происходит? Дело в том, что они стали понимать истину и разбираться во многих вопросах. Чувство ответственности тяготит их все сильнее и они выполняют свои обязанности все более усердно, проделывая все более тщательную работу. Поэтому они чувствуют, что количество обязанностей, которые им следует выполнять, постоянно растет и, таким образом, они становятся все более загружены обязанностями. А ведь помимо этого, каждый день большинство людей, выполняющих обязанности, должны также читать Божьи слова и беседовать об истине. Им следует анализировать себя, и когда перед ними встает проблема, они должны искать истину, чтобы найти решение. Они также должны овладевать профессиональными навыками. Им все время кажется, что времени не хватает, что каждый день проходит слишком быстро. По ночам они обдумывают, что сделали за день, и им кажется, что сделанное ими не представляет особой ценности, что ничего выдающегося они не совершили. Они ощущают, что их духовный рост мал, что они неполноценны. И они жаждут поскорее улучшить свое духовное состояние. Некоторые из них говорят, когда же вся эта работа будет сделана? Когда я смогу умиротворить свое сердце, толком почитать Божьи слова и как следует вооружиться истиной. То, что я получаю от одного или двух собраний в неделю, сильно ограничено. Мы должны собираться чаще и слушать больше проповедей. Только так можно понять истину. Итак, они пребывают в ожидании и тоске. В мгновение ока проходит три, четыре, пять лет, и им кажется, что время летит. Некоторые люди, даже по прошествии десяти лет веры в Бога, не могут предъявить значительного свидетельства, полученного на собственном опыте. Они становятся беспокойными, боятся оказаться покинутыми и спешат вооружиться еще большим количеством истины. Именно поэтому они чувствуют давление времени. Так рассуждают многие. Все, на ком лежит бремя исполнения долга, все, кто стремится к истине, чувствуют, что время пролетает очень быстро. Люди, не любящие истину и жаждущие комфорта и удовольствий, не чувствуют, что время бежит. Некоторые из них даже жалуются. Когда же наступит Божий день? Люди постоянно говорят, что его работа подходит к концу. Так почему же она еще не закончилась? Когда же Божья работа охватит всю Вселенную? Людям, утверждающим подобное, кажется, что время движется слишком медленно. В глубине души их не интересует истина. Им постоянно хочется вернуться в мир и продолжить вести свою маленькую жизнь. Такое их состояние явно отличается от состояния людей, стремящихся к истине. Независимо от того, насколько стремящиеся к истине люди заняты своими обязанностями, они все равно способны искать истину, чтобы разрешить настигшие их проблемы. Они также способны искать общение о непонятных для них вещах в услышанных ими проповедях и ежедневно умиротворять свои сердца, чтобы проанализировать свои поступки. Затем они могут обдумывать Божьи слова и смотреть видеозаписи свидетельств, основанных на опыте. Они многое черпают из этого. Как бы они не были заняты своими обязанностями, это нисколько не мешает их вхождению в жизнь и не задерживает его. Для людей, любящих истину, практиковаться таким образом естественно. Независимо от того, заняты ли они своими обязанностями и с какими проблемами они сталкиваются. Люди, не любящие истину, не ищут ее и не желают умиротворять свои сердца перед Богом для того, чтобы проанализировать и познать себя. Поэтому не имеет значения, исполняют ли они свой долг с усердием или бездельничают. Они, не стремятся к истине. Дело в том, что если человек всей душой стремится к истине, жаждет ее, несет бремя вхождения в жизнь и изменения своего характера, то в сердце своем он станет ближе к Богу и будет молиться ему, как бы он не был занят своими обязанностями. Он обязательно обретет просвещение и озарение Святого Духа, и его жизнь будет непрестанно прирастать. Если же человек не любит истину и совершенно не возлагает на себя бремени вхождения в жизнь или изменения своего характера, или если его это не интересует, то он не сможет ничего обрести. Анализировать проявление развращенности можно в любом месте и в любое время. Например, если человек проявил развращенность, выполняя свой долг, то в своем сердце он должен помолиться Богу, проанализировать себя, осознать развращенность своего характера и искать истину, чтобы это исправить. Это дело сердца. Это никак не связано с поставленной перед ним задачей. Легко ли это сделать? Это зависит от того, стремишься ли ты к истине. Люди, не любящие истину, не интересуются вопросами жизненного роста. Они не задумываются о таких вещах. Только люди, стремящиеся к истине, готовы прилагать усилия для своего жизненного роста. Только они часто размышляют о реально существующих проблемах и о том, как искать истину для их решения. На самом деле, процесс решения проблем и процесс стремления к истине – это одно и то же. Если искать истину, исполняя свой долг, человек постоянно сосредоточен на поиске истины с целью решения проблем, и он решил их немало за несколько лет такой практики, то его исполнение долга, безусловно, соответствует стандартам. Такие люди проявляют гораздо меньше развращенности, и они приобрели много истинного опыта при исполнении своих обязанностей. Следовательно, они способны свидетельствовать о Боге. Как же такие люди переносят ощущения, возникающие в самом начале исполнения ими своих обязанностей до того, как они оказываются способными свидетельствовать о Боге. Они делают это, полагаясь на поиск истины для решения проблем. Поэтому даже занятые своими обязанностями люди, стремящиеся к истине, будут искать ее для решения проблем. Они будут успешно выполнять свои обязанности в соответствии с принципами, а также смогут практиковать истину и подчиняться Богу. Это процесс жизненного роста, а также процесс вхождения в истину-реальность. Некоторые люди постоянно твердят, что они настолько заняты своими обязанностями, что у них нет времени стремиться к истине. Это неправда. Какой бы работой не занимался стремящийся к истине человек, при обнаружении проблемы он будет искать истину, чтобы разрешить эту проблему и придет к пониманию и обретению истины? В этом нет сомнений. Многие думают, что истину можно постичь только ежедневно посещая собрания. Это абсолютно неверно. Истина не та вещь, которую можно постичь, лишь ходя на собрания и слушая проповеди. Необходимо также практиковать и переживать Божьи слова, а также выявлять и решать проблемы. Чрезвычайно важно научиться искать истину. Те, кто не любит истину, не ищут ее, какие бы проблемы их не постигли. Любящие же истину ищут ее, независимо от того, насколько они заняты своими обязанностями. Итак, можно с уверенностью сказать, что не любят истину те люди, которые постоянно жалуются, что они сильно заняты своими обязанностями, что у них нет времени на собрание и поэтому им приходится откладывать поиск истины. Это люди с абсурдным мышлением, не разбирающиеся в духовных вопросах. Если они читают Божьи слова или слушают проповеди, почему они не способны практиковать или применять их при исполнении своих обязанностей? Почему они не могут применять Божьи слова в своей реальной жизни? Это достаточное доказательство того, что они не любят истину и поэтому, с какими бы трудностями они не сталкивались при исполнении своих обязанностей, они не ищут и не практикуют ее. Очевидно, что эти люди – оказатели услуг. Некоторые люди, может быть, и хотели бы стремиться к истине, но их уровень слишком низок. Они даже не в состоянии упорядочить свою собственную жизнь. Когда им нужно сделать два или три дела, им не ясно, в каком порядке за них взяться. Если у них случаются две или три проблемы, они не знают, как их разрешить. У них голова идет кругом. Могут ли такие люди добраться до истины? Могут ли они преуспеть в поисках истины с целью решения проблем? Не факт, потому что их уровень слишком низок. Многие люди готовы стремиться к истине, но веруя в Бога в течение 10 или 20 лет, они оказываются не в состоянии предъявить ни одного свидетельства, полученного на собственном опыте и не обретают никакой истины. Основная причина этого заключается в том, что их уровень слишком низок. Стремится ли человек к истине зависит не от того, насколько он занят своими обязанностями или сколько у него времени, а от того, любит ли он истину в глубине души. Дело в том, что времени у всех одинаково много. Разница лишь в том, на что каждый его тратит. Вполне возможно, что тот, кто говорит, что у него нет времени на поиски истины, тратит свое время на плотские удовольствия или занят какими-то посторонними делами. Такие люди не тратят свое время на поиск истины для решения проблем. Так ведут себя люди, которые небрежно относятся к своему стремлению. Это задерживает важный вопрос их вхождения в жизнь. На наших последних двух собраниях мы общались на тему, что значит стремиться к истине, а также обсуждали некоторые особенности этой темы. Для начала вспомним, о чем мы беседовали на нашем последнем собрании. Мы дали точное определение тому, что значит стремиться к истине, а затем перешли к беседе о некоторых конкретных проблемах и конкретных манерах поведения людей, имеющих отношение к тому, что значит стремиться к истине. Каким был заключительный пункт нашей беседы на последнем собрании? Бог задал вопрос. Если то, что человек считает хорошим и правильным, не является истиной, почему он продолжает стремиться к этому, как будто это истина? Если то, что человек считает хорошим и правильным, не является истиной, почему он продолжает отстаивать это, как если бы это было истиной, и при этом считает себя стремящимся к истине? В прошлый раз мы побеседовали о трех пунктах, которые касаются этого вопроса. Пункт 1. Те вещи, которым стремится человек, не являются истиной. Так почему же он все еще практикует их, как если бы они были истиной? Потому что человеку кажутся истиной те вещи, которые он считает правильными и хорошими. И поэтому он стремится к тому, что считает хорошим и правильным. Как будто это и есть истина. Разве это не ясно? Итак, каков же точный ответ на этот вопрос? Люди отстаивают те вещи, которые считают правильными и хорошими, как если бы они были истиной, и при этом думают, что стремятся к истине. Разве это не исчерпывающий ответ? Второй пункт. Почему отстаивая то, что он считает хорошим и правильным, как будто это истина? Человек думает, что стремится к истине. На это можно ответить следующим образом. Потому что человек желает обрести благословение. Человек вкладывает желания и амбиции в поиск того, что считает правильным и хорошим. И таким образом полагает, что он практикует истину и стремится к ней. По сути, это попытка заключить сделку с Богом. Третий пункт. Если человек обладает нормальной совестью и разумом, то в тех случаях, когда он не понимает истины, он инстинктивно решит действовать в соответствии со своей совестью и разумом, следуя предписаниям, законам, правилам и т.д. Можно сказать, что человек инстинктивно поддерживает те вещи, которые он считает по совести позитивными, конструктивными и совместимыми с человечностью, как если бы они были истиной. Это может быть достигнуто в пределах совести и разума человека. Есть много людей, которые могут в нормальном режиме трудиться в Доме Божьем. Они готовы оказывать услуги и подчиняться обустройствам Дома Божьего, потому что обладают нормальной совестью и разумом. Чтобы получить благословение, они даже готовы терпеть страдания и идти на любые жертвы. Таким образом, человек также принимает за практику и стремление к то, на что он способен в пределах своей совести и разума. Таковы три основные составляющие ответа на этот вопрос. В прошлый раз мы побеседовали об этих трех составляющих в общих чертах. Сегодня мы подведем конкретную, подробную беседу о проблемах, которые эти три пункта влекут за собой. Проанализируем проблемы, которые включают каждый из них, а также то, как каждый из них отличается от стремления к истине или противоречит ему. Так вы сможете лучше понять, что такое стремление к истине и как именно это стремление следует практиковать. Для людей это послужит лучшим стимулом практиковать истину и правильно стремиться к ней в своей повседневной жизни. Начнем с беседы относительно первого пункта. Говоря простым языком, наша беседа относительно первого пункта будет сосредоточена на вещах, которые человек считает правильными и хорошими в рамках своих представлений. Почему мы должны сосредоточить нашу беседу на этой теме? Какие проблемы сопряжены с ней? Подробно обдумайте это для начала. Если бы мы не беседовали на собраниях об этих проблемах должным образом, смогли бы вы получить точное знание о них? А если бы мы не проводили никаких конкретных бесед на эту тему? А вы бы просто судили об этом, исходя из своего восприятия? Или если бы вы посвятили время переживанию и познанию этого опыта? Узнали бы вы тогда, какие истины затрагивает данная тема? Смогли бы понять это с помощью размышлений? Мы начнем с анализа буквального смысла фразы «то, что человек в рамках своих представлений считает правильным и хорошим». И посмотрим, как хорошо вы знакомы с этим вопросом. Во-первых, к чему относится важная составляющая фразы, о которой мы собираемся беседовать. Неужели вы не можете этого определить? Абстрактная ли эта фраза? Заключена ли в ней какая-то тайна? Она касается человеческих представлений и фантазий. Это в общих чертах. Приведите конкретный пример. В рамках своих представлений человек верит, что до тех пор, пока он способен отрекаться, посвящать себя Богу, страдать и идти на жертвы, он может заслужить Божье одобрение. Не обходится и без традиционной культуры, таких вещей, как сыновья, любовь, а также забота женщин о своих мужьях и воспитания детей. Люди также считают это хорошими вещами. Вы привели несколько примеров. Уловили ли вы суть? Отречение, посвящение себя Богу, страдания и жертвы. Сыновья, любовь, а также забота женщин о своих мужьях и воспитании детей. Да. Что-нибудь еще? Проявление благочестия, терпения и снисходительности, подобно фарисеям. Смирение, терпение, снисходительность – все это связано с несколькими конкретными проявлениями, поведениями и высказываниями. Поскольку мы собираемся беседовать на эти темы, то лучше всего беседовать конкретно, используя конкретные высказывания. Люди смогут достичь более точного и ясного понимания, если мы сосредоточимся на этом вопросе подобным образом. Сейчас вы не можете предложить никаких идей, поэтому я просто продолжу беседу, хорошо? Пяти тысячелетняя культура Китая необъятна и бездонна. Она изобилует всевозможными народными пословицами и идиоматическими выражениями. В Китае также есть множество восхваляемых древних мудрецов, таких как Конфуций, Мэн Цзы и им подобные. Они основали конфуцианство, китайское учение, составляющее основную часть традиционной китайской культуры. В китайской традиционной культуре много формулировок, терминов и поговорок, выработанных многими поколениями. Некоторые из них отсылают к древности, некоторые нет. Некоторые восходят к простым людям, другие – к выдающимся личностям. Возможно, вам не очень нравится традиционная культура, либо вы отдалились от фундаментальной традиционной культуры, либо вы еще слишком молоды, чтобы глубоко изучать или исследовать необъятную и бездонную традиционную культуру Китая. И поэтому вы еще ничего о ней не знаете и не смыслите в таких вещах. На самом деле это хорошо. Хотя люди могут этого не осознавать, их мышления и представления подсознательно насаждаются традиционной культурой и заражаются ее элементами. В итоге они живут согласно этим вещам, сами того не зная. То, что передается от предков, то есть передаваемое от наших прародителей традиционная культура содержит множество всевозможных утверждений о том, как человек должен говорить, поступать и вести себя. И хотя люди могут по-разному понимать и воспринимать различные положения традиционной культуры, они в общем и целом не имеют сомнений относительно них. Из этого наблюдения видно, что все явления традиционной культуры служат источником влияния на жизнь и бытие человека, его взгляд на людей и вещи, на его поведение и действия. Хотя различные этносы человечества по-разному высказываются о моральных нормах и нравственных критериях, которых они придерживаются, общие идеи, лежащие в их основе, схожи. В нашей сегодняшней беседе мы подробно проанализируем некоторые из них. Хотя мы не сможем упомянуть и проанализировать все, что человек считает правильным и хорошим. Общее содержание этих вещей – не что иное, как те два элемента, о которых говорилось в определении стремления к истине. Взгляды человека на людей и вещи, и его поведение и поступки. Итак, первое – это взгляды. Второе – поведение. Это означает, что человек воспринимает людей и события мира исходя из того, что в его представлениях является правильным и хорошим, и берет это за основу, базу и критерий, с которыми он согласует свои поступки и поведение. Итак, что же это за хорошие и правильные вещи? Говоря в общем, то, что человек считает правильным и хорошим в рамках своих представлений, есть не что иное, как требование, чтобы человек вел себя хорошо и и чтобы обладал хорошей человеческой нравственностью и характером. Речь идет об этих двух вещах. Подумайте об этом. Разве не эти две вещи являются основой? Первое – это хорошее поведение. Второе – человеческий характер и нравственность. По сути, люди установили две вещи в качестве стандартов для оценки человечности, с которой живут люди и того, как они себя ведут. Первое – это требование к человеку демонстрировать хорошее поведение внешне. Второе – вести себя нравственным образом. Люди используют эти два фактора для оценки человеческой добродетели. И раз они используют эти два фактора для оценки человеческой добродетели, то возникли стандарты, направленные на то, чтобы судить о человеческом поведении и нравственности. Естественно, люди стали часто слышать всевозможные высказывания о нравственных поступках человека или его поведении. О каких конкретно высказываниях идет речь? Знаете ли вы их? Возьмем что-нибудь простое. Например, какие существуют стандарты и высказывания для оценки поведения людей? Быть образованным и воспитанным. Мягким и утонченным. Все это касается внешнего поведения. Является ли вежливость одним из стандартов? Остальные более или менее похожи. И по аналогии вы поймете, какие слова и высказывания являются стандартами для оценки поведения человека? А какие стандартами для оценки его нравственности? Итак, женщина должна быть добродетельной, доброй, послушной и нравственной. Это стандарт внешнего поведения или нравственности? Это относится к нравственности и этике. Как насчет великодушия? Это тоже относится к нравственности. Верно. Эти вещи касаются нравственности и морального облика человека. Основные утверждения, касающиеся поведения человека, это утверждения о вежливости, мягкости и утонченности, образованности и воспитанности. Это все то, что, согласно человеческим представлениям, считается правильным и хорошим. Это то, что человек считает положительным, основанным на принципах традиционной культуры, или, по крайней мере, соответствующим совести и разуму, а не чем-то негативным. Речь идет о вещах, которые люди в целом считают правильными и хорошими. Итак, какие еще существуют утверждения о хорошем поведении человека, кроме трех, которые я только что упомянул? Уважать старых и заботиться о молодых. Уважать старых и заботиться о молодых. Быть приветливым, быть открытым. Все эти вещи знакомы и понятны людям. Быть образованным и воспитанным. Быть мягким и утонченным. Быть вежливым. Уважать старых и заботиться о молодых. Быть приветливым. Быть открытым. В сознании людей, каждый обладающим таким поведением, человек считается хорошим, добрым, человечным. Каждый оценивает окружающих по их поведению. Все судят о человеческой добродетели по внешнему поведению. Люди судят, определяют и оценивают, насколько человек культурен и обладает человечностью. И достоин ли он общения и доверия в соответствии с мыслями и идеями традиционной культуры и поведением данного человека. Которые они могут наблюдать. Способны ли люди заглянуть вглубь материального мира? Отнюдь. Люди могут судить и определять, хороший человек или плохой. Или что он из себя представляет только по его поведению. Только взаимодействуя, разговаривая и сотрудничая с кем-то, люди могут наблюдать и определять подобные вещи. Независимо от того, используешь ли ты непосредственно в своих оценках такие утверждения, как «будь образованным и воспитанным», «будь приветливым», «уважай старых и заботься о молодых», стандарты твоих оценок не выходят за рамки данных высказываний. Когда человек не в состоянии заглянуть во внутренний мир другого, он оценивает хороший тот человек или плохой, благородный или подлый, наблюдая за его поведением и поступками и применяя эти критерии к его поведению. Это, по сути, всё, что он использует. Разве это не так? Исходя из только что изложенных высказываний, какие стандарты для оценки использует человечество? Что в рамках своих представлений человечество считает хорошим и правильным? Вместо того, чтобы приступать к разговору о нравственном поведении, давайте начнём нашу беседу и анализ с хороших, правильных и положительных вещей, которые человек распространяет и проявляет в своём поведении. Давайте разберёмся, действительно ли это позитивные вещи. Итак, есть ли в только что перечисленных нами высказываниях хоть что-то, что затрагивало бы истину? Соответствует ли хоть что-то из содержащегося в них смысла истине? Если некто стремится быть подобным человеком, обладать таким поведением и таким внешним обликом, стремится ли этот человек к истине? Связано ли то, к чему он стремится, со стремлением к истине? Является ли человек, обладающий таким поведением, практикующим истину и стремящимся к ней? Является ли человек, обладающий таким поведением и проявлениями, хорошим человеком в истинном значении этого слова? Ответ отрицательный – нет, не является. Это очевидно. Давайте сначала рассмотрим утверждение о том, что человек должен быть образованным и воспитанным. Поговорим о том, что означает высказывание «Будь образованным и воспитанным как таковое». Оно описывает человека, который достаточно благопристойен и хорошо воспитан. Что значит быть благопристойным? Это значит в некоторой степени следовать правилам. Верно. Каким правилам следует такой человек? Чем более конкретным будет твой ответ, тем более глубоким будет твое понимание этого вопроса и его сути. Итак, что значит следовать правилам? Вот пример. Во время приема пищи, младшее поколение не должно садиться за стол, пока не сядут старшие, и должно молчать, если старшие не разговаривают. Если старшим оставлена еда, никто не должен ее есть, пока старшие не разрешат. Кроме того, нельзя разговаривать во время еды, показывать зубы, громко смеяться, причмоковать губами и копаться в тарелке. Если старшие закончили есть, младшие должны немедленно прекратить есть и встать. Продолжать есть они могут только после того, как проводили старших. Разве это не соблюдение правил? Эти правила в большей или меньшей степени существуют в каждом доме и хозяйстве, в семьях всех родов и сословий. Все люди в большей или меньшей степени соблюдают эти правила и ограничены ими в эти моменты. В разных семьях существуют разные правила. Кто же их устанавливает? Их установили прародители данной семьи и почтенные старцы разных эпох минувших времен. Особое значение правила приобретают во время празднования важных праздников и памятных дней. Тогда их должны соблюдать все без исключения. Если кто-то нарушит правила или приступит их, он будет сурово наказан по семейным обычаям. Возможно, кому-то даже придется на коленях просить прощения у фамильного алтаря. Вот что такое правило. Сейчас мы поговорили лишь о некоторых правилах, которые могут применяться в конкретном доме или семье. Разве такие правила не являются составляющей понятия благопристойность? О том, благопристойен ли человек, можно судить, понаблюдав за тем, как он ест. Если он причмокивает губами во время еды, или ковыряется в еде, или постоянно угощает других, или разговаривает во время еды, или громко смеется, или даже в некоторых случаях указывает палочками на собеседника, то всем этим он демонстрирует свою неблагопристойность. Слова о том, что человек неблагопристойен, подразумевает, что другие осуждают, подвергают сомнению и презирают его за его поведение. Что касается благопристойных людей, то они не разговаривают во время еды, не хихикают, не ковыряются в еде и не угощают других. Они придерживаются правил. Видя их поведение и поступки, другие говорят, что это благопристойные люди. И благодаря своей благопристойности, они завоевывают уважение и почтение окружающих, а также их расположение. Это отчасти то, что лежит в основе благопристойности. Итак, что же такое благопристойность? Мы только что сказали, что благопристойность имеет отношение лишь к поведению людей. В рамках этих последних примеров, скажем, существует порядок старшинства поколений во время еды. Каждый должен занять свое место в соответствии с правилами. Нельзя садиться не на то место. Старшие и младшие поколения одинаково следуют семейным правилам, которые никому нельзя нарушать. И они кажутся такими правильными, такими учтивыми, такими благородными, такими степенными. Но каким бы сильным не было это впечатление, все сводится исключительно к внешнему хорошему поведению. Связано ли это с развращенным характером? Нет. Это не более чем стандарт, по которому можно оценивать внешнее поведение людей. Какое именно поведение? В основном их речь и поступки. Например, нельзя разговаривать во время еды или шумно жевать. Когда люди садятся за стол, существует порядок, кому садиться первым. В целом существует правило того, как следует стоять и сидеть. Все это не более чем модели поведения, внешнего поведения. Итак, действительно ли люди хотят следовать этим правилам? Что люди думают по этому поводу? Что они чувствуют в связи с этим? Приносит ли людям пользу следование этим жалким правилам? Могут ли они обеспечить людям жизненный прогресс? В чем проблема соблюдения этих жалких правил? Связано ли это с изменением взглядов на вещи и характер жизни? Вовсе нет. Это имеет отношение только к поведению людей. Это всего лишь несколько требований к поведению людей. Требований относительно того, каких правил люди должны придерживаться и каким предписаниям следовать. Чтобы человек не думал об этих правилах, даже если он ненавидит и презирает их, у него нет другого выбора, кроме как жить в соответствии с ними благодаря своей семье, предкам и из-за своего домашнего уклада. Однако никто не задается целью исследовать, какие конкретные мысли возникают у людей по поводу этих правил, как люди относятся к ним в своих мыслях, каков их взгляд и отношение к ним. Для тебя достаточно демонстрировать хорошее поведение и следовать этим правилам в указанных пределах. Те, кто поступает таким образом, являются благопристойными людьми. Правило «Будь образованным и воспитанным» предъявляет различные требования лишь к поведению людей. Оно используется только для ограничения поведения людей. Поведение, которое включает в себя позы сидя и стоя, телодвижения людей, жесты их органов чувств, то, какими должны казаться их глаза, как должен двигаться их рот, как им следует поворачивать голову и т.д. Это дает людям стандарт внешнего поведения, не заботясь о том, каков их разум, характер и суть их человеческой природы. Таков стандарт образованности и воспитанности. Если ты соответствуешь этому стандарту, то ты образованный и воспитанный человек. И если ты обладаешь хорошим поведением и являешься образованным и воспитанным человеком, то в глазах других ты заслуживаешь уважения и почтения. Разве это не так? Значит, это высказывание сосредоточено на поведении человека? Какова же на самом деле польза от данного стандарта поведения? В основном его используют для того, чтобы оценить, является ли человек благопристойным и следует ли он правилам. Может ли он заслужить уважения и почтения других людей в отношениях с ними и достоин ли он восхищения? Оценка людей таким образом совершенно не соответствует истине принципам. Она несущественна. Наша сегодняшняя беседа в основном была связана с культурностью человека, что является одним из требований, налагаемых высказыванием «Будь образованным и воспитанным». Что означает быть воспитанным? Демонстрировать понимание манер и этикета. Слегка поверхностный ответ, но да, это одна из составляющих. Разве быть воспитанным не означает обладать показной вежливостью, чтобы здраво смотреть на вещи и подчиняться здравому смыслу? Можем ли утверждать подобное? Демонстрировать понимание манер и этикета, а также обладать показной вежливостью, чтобы здраво смотреть на вещи. Итак, если человек обладает поведением, подразумевающим образованность и воспитанность, в чем конкретно это проявляется? Приходилось ли вам встречать образованных и воспитанных людей? Есть ли среди ваших старших и родственников или среди ваших друзей образованные и воспитанные люди? В чем их отличительная особенность? Они соблюдают огромное количество правил. Они строго следят за своей речью, которая не является ни грубой, ни резкой, ни оскорбительной для других. Садясь, они делают это правильно. Стоя, они держат осанку. Во всех отношениях, их поведение кажется окружающим изысканным и утонченным, вызывая симпатию и зависть. Встречаясь с кем-либо, они склоняют голову и наклоняют вперед корпус, раскланиваются и преклоняют колено. Они разговаривают вежливо, строго соблюдая правила общественного приличия и порядка, не демонстрируя привычек и хулиганских действий, свойственных низшим слоям общества. В целом, их внешнее поведение вызывает одобрение и похвалу у тех, кто его наблюдает. Однако есть один настораживающий момент. У них для всего есть свои правила. Для приема пищи, для сна, для ходьбы есть свои правила. Даже для выхода из дома и возвращения домой есть свои правила. Находясь рядом с таким человеком, чувствуешь себя скованным и не в своей тарелке. Ты не знаешь, когда ему придет в голову какое-нибудь правило. А если ты по неосторожности нарушишь его, то будешь выглядеть весьма безрассудным и невежественным, в то время как он кажется таким утонченным. Изыскана даже их улыбка, не обнажающая зубов, а также их рыдание, которые они никогда не допускают в присутствии других, а только поздней ночью под одеялом, когда все спят. Что бы они ни делали, это делается по правилам. Это то, что называется воспитанием. Такие люди живут в мире этикета, окруженные большой семьей. В их жизни очень много правил, и они очень воспитаны. Как ни крути, но хорошие модели поведения, связанные с образованностью и воспитанностью, это внешне хорошее поведение, прививаемое человеку средой, в которой он рос, и постепенно укрепляемое в нем благодаря высоким стандартам и строгим требованиям, которые он предъявляет к своему собственному поведению. Какое бы влиянию такие модели поведения не оказывали на людей, они затрагивают лишь внешнее поведение человека. И хотя такие внешние модели считаются хорошими, такими, к которым люди стремятся и которые одобряют, они все же отличны от характера человека. Каким бы хорошим ни было внешнее поведение человека, оно не может скрыть его развращенный характер. Каким бы хорошим ни было его внешнее поведение, оно не может заменить изменение его развращенного характера. Хотя поведение образованного и воспитанного человека очень регламентировано и вызывает у других уважение и почтение, это его хорошее поведение совершенно бесполезно, когда проявляется его развращенный характер. Каким бы благородным и зрелым ни было его поведение, когда с ним случается нечто, затрагивающее истину принципы, это его хорошее поведение не приносит никакой пользы и не побуждает его к пониманию истины. Вместо этого, поскольку он верит в свои представления о том, что быть образованным и воспитанным – это положительная черта, он принимает эту черту за истину и с ее помощью оценивает и оспаривает слова, которые говорит Бог. Он оценивает свою собственную речь и поступки в соответствии с этим утверждением, и оно же является для него стандартом для оценки других. Посмотрите теперь на определение того, что значит стремиться к истине. Это значит воспринимать людей и вещи, а также вести себя и действовать в соответствии с Божьими словами, используя истину в качестве своего критерия. Итак, имеет ли стандарт внешнего поведения, призывающий быть образованным и воспитанным, какое-либо отношение к Божьим словам и истине? Они не просто не связаны, они находятся в противоречии. В чем же здесь противоречие? Такие изречения побуждают людей сосредоточиться только на внешнем хорошем поведении, игнорируя намерения и развращенные черты характера внутри себя. Они приводят к тому, что люди обманываются этим хорошим поведением и не анализируют свои собственные мысли и идеи, и поэтому они не в состоянии разглядеть свой развращенный характер, и в зависимости от поведения других даже слепо завидуют и поклоняются им. Таковы последствия принятия установок традиционной культуры. Таким образом, видя проявление этих хороших моделей поведения, человек будет дорожить ими. Сначала он поверит, что эти модели поведения являются хорошими и позитивными, и на основании того, что они являются позитивными, он станет относиться к ним так, как если бы они были истиной. Затем он станет использовать их как критерий, согласно которому он будет сдерживать себя и оценивать других. Он возьмет их за основу своих взглядов на людей и вещи, а также за основу своего поведения и действий. Не противоречит ли это истине? Оставим пока в стороне вопрос о том, обманывает ли людей положение о том, что человек должен быть образованным и воспитанным. И поговорим о самом этом положении. Будь образованным и воспитанным. Эта фраза звучит культурно и благородно. Всем нравится это изречение, и человек использует его, чтобы судить о других и оценивать людей и вещи, руководствуясь предположением, что оно правильное, хорошее и является критерием. При этом он берет его за основу своего поведения и поступков. Например, человек не основывает свою оценку чьей-то добродетели на словах Божьих. На чем он основывает ее? Образован ли этот человек и воспитан ли он? Культурно ли его внешнее поведение? Следует ли он правилам? Уважает ли он других? Есть ли у него манеры? Проявляет ли он смирение в общении с другими? Обладает ли он хорошими качествами, такими как вежливость и уважение, подобно кунжуну, уступившему брату самую большую грушу, такой ли он человек? На каком основании он поднимает эти вопросы и озвучивает эти мнения? Прежде всего, на основании критерия образованности и воспитанности. Правильно ли с его стороны использовать это в качестве критерия? Нет. Почему это неправильно? Ответ так прост, но вы не можете додуматься до него. Потому что Бог оценивает человека по-другому, и ему не угодно, чтобы человек поступал так. Если человек так поступает, то он ошибается. Если кто-то оценивает человека или события таким образом, если он использует это в качестве стандарта, с помощью которого можно судить о людях и вещах, то он попирает истину и Божьи слова. В этом и заключается конфликт между традиционными представлениями и истиной. Разве это не так? На чем Бог велит человеку основывать свои оценки окружающих? В соответствии с чем он велит человеку судить о людях и вещах? Он велит человеку воспринимать других людей в соответствии с его словами. В частности, это означает оценку того, обладает ли тот или иной человек человечностью в соответствии с его словами. Это одна из составляющих. Кроме того, в основе лежит то, любит ли человек истину. Имеет ли он благоговение перед Богом в своем сердце и способен ли он подчиниться истине? Разве это не конкретные аспекты? Итак, на чем человек основывает свою оценку добродетели другого человека? На том, насколько тот культурен, исследует ли он правилам, причмокивает ли он губами во время трапезы и копается ли в еде? Ждет ли он, пока старшие сядут за стол, прежде чем сесть самому? Он использует подобные показатели для оценки других. Разве использование этих показателей не является использованием такого стандарта поведения, как образованность и воспитанность? Является ли такая оценка точной? Соответствует ли она истине? Совершенно ясно, что она не соответствует истине. Что же в конечном итоге выходит из таких оценок? Человек, дающий оценку, считает, что любой образованный и воспитанный человек – это хороший человек, и если поручить ему беседовать об истине, то он постоянно будет прививать людям эти бытовые правила и учения, а также хорошее поведение. И что в итоге выйдет из того, что он будет прививать людям эти вещи? То, что он будет склонять людей к хорошему поведению, но их развращенная сущность ничуть не изменится. Такой образ действий сильно расходится с истиной и Божьими словами. Такие люди обладают лишь несколькими хорошими манерами поведения. Так можно ли изменить их развращенный характер посредством хорошего поведения? Могут ли они достичь покорности и преданности Богу? Вряд ли. В кого же превратились эти люди? В фарисеев, которые только внешне хорошо себя ведут, но по сути не понимают истины и не способны подчиниться Богу. Разве это не так? Посмотрите на фарисеев. Разве внешне они не были безупречны? Они соблюдали шаббат. В шаббат они ничего не делали. Их речь была вежливой. Они соблюдали все правила. Были вполне культурными, цивилизованными и сведущими. За то, что они хорошо умели притворяться и совсем не благоговели перед Богом, но вынесли Ему приговор и осудили Его, они в конце концов были прокляты им. Бог объявил всех фарисеев лицемерными злодеями. Подобным образом люди, которые используют хорошую модель поведения, заключающуюся в образованности и воспитанности, в качестве критерия для своего поведения и действий, очевидно не стремятся к истине. Используя это правило для оценки других людей, а также для оценки своего поведения и поступков, они, конечно же, не стремятся к истине. И когда они выносят суждение о ком-то или о чем-то, стандарт и основание для этого суждения не соответствует истине, а попирает ее. Единственное, на что они обращают внимание, это поведение человека и его поступки, а не его характер и сущность. Они опираются не на Божьи слова, не на истину. Вместо этого, их оценки основаны на таком стандарте поведения в рамках традиционной культуры, как образованность и воспитанность. Итогом такой оценки является то, что для них человек хорош и соответствует Божьей воле, если у него есть такие внешне хорошие качества, как образованность и воспитанность. Приняв такую систему оценивания, люди явно занимают противоположную позицию по отношению к истине и Божьим словам. И чем больше они применяют этот поведенческий критерий, рассматривая людей и вещи, а также свое поведение и поступки, тем сильнее они отдаляются от Божьих слов и истины. И несмотря на это, они радуются тому, что делают, и верят, что стремятся к истине. Придерживаясь некоторых хороших положений традиционной культуры, они считают, что отстаивают истину и истинный путь. Но как бы они не придерживались этих положений, как бы не настаивали на них, в итоге они не приобретут никакого опыта, не испытают воздействия Божьих слов и истины и не в малейшей степени не подчинятся Богу. Тем более это не приведет к истинному благоговению перед Богом. Именно это и происходит, когда люди поощряют любое хорошее поведение, например, образованность и воспитанность. Чем больше человек сосредотачивается на хорошем поведении, на его воплощении, на стремлении к нему, тем сильнее он отдаляется от Божьих слов, а чем дальше человек отдаляется от Божьих слов, тем меньше он способен понять истину. Этого и следовало ожидать. Если поведение человека улучшилось, значит ли это, что его характер изменился? Имеете ли вы подобный опыт? Стремились ли вы когда-нибудь на подсознательном уровне быть образованными и воспитанными людьми? Это потому, что все понимают, что будучи образованным и воспитанным, человек производит впечатление респектабельного и благородного. Другие относятся к нему с уважением. Так оно и есть, правда? Значит, не должно быть ничего плохого в обладании подобными хорошими качествами. Но может ли приобретение этих хороших качеств, этих хороших проявлений решить проблему человеческой развращенности? Может ли это удержать людей от плохих поступков? Если нет, то какая польза в таком хорошем поведении? Это всего лишь хороший облик. От него нет никакой пользы. Могут ли люди, обладающие таким хорошим поведением, подчиниться Богу? Могут ли они принять и практиковать истину? Очевидно, что нет. Хорошее поведение не может заменить человеку практику истины. Так было и с фарисеями. Их поведение было прекрасным, и они были весьма благочестивы. Но как они обошлись с Господом Иисусом? Никто и представить себе не мог, что они способны распять Спасителя человечества. Так и те, кто лишь внешне ведет себя хорошо, но не обрел истину, они находятся в опасности. Они могут продолжать в том же духе, противясь Богу и предавая Его. И если же ты не понимаешь этого, то хорошее поведение людей может, как и прежде, ввести тебя в заблуждение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok